Всем привет, меня зовут Ксения и сегодня я хочу порассуждать с вами об инвестициях, о том, куда, по моему субъективному мнению, стоит вкладываться и что вообще является перспективой в 21 веке. Итак, очень много людей мне пишут по типу, Ксюр, скажи, куда ты инвестируешь, откуда ты берешь деньги, бинарки это твой единственный доход и так далее. Поэтому в этом видео я хочу вам сказать про свои мысли про инвестиции. Скажу честно, на данный момент я просто вот на 360 градусов переворачиваю все, что у меня находится сейчас в инвестициях. Мне сейчас интересны абсолютно другие вещи, поэтому я сейчас буду вкладываться совсем в другое, не в то, что было до этого. Сейчас все расскажу, смотрите. Давайте вот сразу разберем такие банальные вещи, которые у меня очень часто мелькают в личке, в комментариях и так далее. Бинарки это лишь способ вам накопить хороший капитал. Для меня это не является перспективой на всю жизнь. Я не собираюсь всю жизнь торговать на бинарных опционах. Сейчас, пока я молодая, азартная, мне это интересно, для меня это, знаете, спортивный интерес, такие некие соревнования. В будущем я планирую отходить от торговли, как только мне это максимально надоест. Вот как только все, я не увижу никакого интереса, когда зайду на площадку, я скажу, все, давай, до свидания, я буду заниматься тем, что мне нравится. Я устал, босс. Инвестиции для человека, вот, мне всегда приходят, и мои, знаете, знакомые, там, с кем-то я познакомилась, и мне говорят, а вот знаешь, я считаю, нужно инвестировать в недвижимость, там, нужно инвестировать в машины и еще во что-то. Давайте подробнее про это поговорим. Смотрите, инвестиции в недвижимость. Очень многие успешные люди инвестируют в недвижимость, и яркий пример это Киасаки. Да, человек реально зарабатывает, человек на этом построил миллионы, миллиарды долларов и живет счастливо при Пивовиче. Но давайте вот разберем инвестиции в недвижимость, реально, вот, наглядно. Давайте возьмем в среднем, вот, квартира возле метро в Москве стоит минимум 5 миллионов. Вот возьмем минимальную цену в среднем возле каждого метро. 5 миллионов, это, скорее всего, даже будет квартира студия, в лучшем случае однушка какая-нибудь убитая. Далее вы вкладываете, ну, от миллиона рублей в ремонт. Блин, даже возьмем такой вот чудесный вариант, что вы за 5 миллионов нашли нормальную квартиру, которая с хорошим ремонтом. Хорошо, но это, помните, это просто чудо, если вы найдете такую квартиру в Москве. Я не верю в чудеса. Те, кто живут не в Москве, вы считаете это все в процентном соотношении, потому что, в целом, те проценты, о которых я сейчас буду говорить, они на каждый субъект Российской Федерации примерно одинаковые. То есть, если вы здесь взяли квартиру, там, за 5 миллионов, вы будете сдавать в месяц примерно за 30 тысяч рублей. Там, если вы где-то в Казани, в Уфе взяли квартиру за 2,5 миллиона, вы будете сдавать ее, там, примерно за 20 тысяч рублей, плюс-минус. Возьмем такую ситуацию, вы будете просто сдавать, там, эту квартиру за 30 тысяч рублей в месяц, то есть, за год вы имеете 30 тысяч умножаем на 12, это будет 360 тысяч рублей. Отсюда мы вычитаем налоги, потому что, когда вы сдаете квартиру, лучше об этом заявлять. Из этого мы вычитаем какие-то коммуналку, некоммуналку, что-то там сломалось в квартире у тех, кому вы ее сдаете, вам нужно это платить. Ну, получаем максимум, максимум 300 тысяч в год. 300 тысяч в год вы имеете. Теперь мы берем сумму 300 тысяч от 5 миллионов, это около 6-7%, я думаю, не буду на калькуляторе сейчас считать, но менее 10%, то есть, 6-7% годовых вы получаете. Возьмем вариант, что вы сдаете данную квартиру посуточно за 2,5 тысячи рублей, ну, тире 3 тысячи рублей. Давайте будем брать по максималке, чтобы вот на большее точно рассчитывать нельзя. В месяц вы имеете 90 тысяч, 90 тысяч мы умножаем на 12, это будет лям 80 в год. Из них там примерно плюс-минус 200-300 тысяч на расходы. Минус ваши трудозатраты, время, то, что вам каждое утро нужно приехать, забрать ключи, убраться и так далее. И с учетом того, что не каждый день у вас будут снимать эту квартиру. То есть, чистыми давайте будем считать, что это примерно 700-800 тысяч в лучшем случае. Это менее 15%, ну, плюс-минус 15% годовых. С 5 миллионов, напоминаю. Вариантов заработать на недвижимости есть много, там, купить в строящемся доме, продать через 2 года в 2 раза дороже и так далее. Но, скажите мне, разве вы, имея 5 миллионов на руках, не придумаете что-то поинтереснее с большей доходностью в год, там, чем 20 даже процентов? Ну, 20 это просто край для бизнеса недвижимости, если на сдачу. Неужели у вас не хватит мозгов, чтобы с 5 миллионов заработать намного больше, чем 20% годовых? Мы живем в 21 веке, в веке технологий. Come on, ребят! Я, на самом деле, очень много изучила про недвижимость, очень много про посуточную аренду, очень много, когда человек снимает, там, по месяцам и сдает посуточно. Но это все очень, так скажем, мелкие рыбки. С учетом того, что у меня глобальной целью, там, попасть в Forbes к 2025 году, я считаю, что вот на таких вещах я не попаду. Разберем пример Киосаки, почему все вот они за бугром там вкладывают огромные суммы в недвижимость? Ответ прост, потому что это огромные суммы, потому что это не числится там в том, что вы будете чистыми и иметь 15-20 тысяч рублей в месяц. Они вкладывают миллионы. Если у вас есть возможность купить 20-30 квартир, да, это будет хорошая для вас альтернатива, это все, как бы вы на этом сможете жить. Это будет ваш пассив, который до конца жизни, как бы, вам поможет безбедно жить. Но если вы собираете по всем карманам, берете ипотеку, ипотека это еще хуже, то есть вы банку очень много отдаете. У вас эта квартира, она окупается через 20 лет. Да, вы можете взять ипотеку и сдавать, квартира будет на самоокупаемости. Но самоокупаемость будет 20 лет. 20-30, кто-то на 35 лет может умудриться взять ипотеку. Иисус и яйца. Нужно ли, чтобы вас вот этот долг, вот этот кредит тянул вниз, и вы постоянно зацикливались? Даже если вы будете пытаться выгнать мысли из своей головы о том, что на вас висит кредит, ваше подсознание все равно будет нервничать. Поэтому недвижимости я сразу на ней ставлю крест. Если у вас есть возможность сразу много-много-много миллионов вложить в недвижимость, это крутая перспектива. Если у вас денег нет, и у вас там в кармане лежит 5 миллионов, то недвижимость не ваш вариант. Дальше. Кто-то говорит, типа, купить тачку и сдавать ее в такси. История практически такая, что с недвижимостью, но тут еще больше мороки, в том плане, что машина требует ухода жесткого ухода, ежемесячного жесткого ухода. С учетом того, что сейчас очень много псевдобизнесменов напокупали себе этих соляриков и так далее, процент доходности будет невысоким, потому что спрос маленький. Ну, хотя спрос будет всегда, но он не такой большой, как там год назад, два года назад. Доходность небольшая, нервяков очень много. Вклады в банки. Вообще я молчу. Средний процент вклада вашего, если это рублевый счет, будет примерно около максимум 6%, там, ну, 5,5 в среднем можно найти. Если это будет валютный счет какой-то, то это примерно 1%, 1,2, 1,5, то есть больше вы не найдете. Теперь мы с вами вспомним, какая у нас примерно плюс-минус инфляция в год. 5,10, 5, 4, 5, 10. Правильно, 6%. То есть все, что вы положите в банк, у вас будет копиться там 6% годовых на эти деньги, но все будет кушать инфляция. А банки это очень хорошая возможность, так же, как и недвижимость, сохранить ваш капитал. Но недвижимость, кстати, в этом плане намного превосходит банки, потому что недвижимость, она дорожает с каждым годом, немного, но дорожает, а банк может обанкротиться. Поэтому, если вы выбираете себе, чтобы сохранить ваши средства, но не заработать с них, выбираете банк либо недвижимость. Если это банк, то 100% проверен, который уже столетия работает. Да и я вот честно скажу, мне, например, страшно где-то хранить свои деньги, потому что я не знаю, что будет завтра. Вот нагрянет завтра налоговая, начнет меня проверять и заблокирует все счета. Сколько людей из-за этого очень упали на дно, потому что у них тупо отбирали то, что они сами заработали. Поэтому можно открыть за границей какой-то счет. Там, кстати, проценты намного слаще, чем в России. Коротко о том, как я люблю свою страну. И тут мы с вами подошли к самой интересной части моего видео. Это куда же все-таки инвестировать, что делать в 21 веке. Сразу скажу, интернет, 100% интернет. Ищите возможности в интернете. Один из самых простых вариантов, куда можно инвестировать, это создать какой-либо блог. Это может быть блог ВКонтакте, но хотя ВКонтакте сейчас не такая уже социальная сеть, чтобы ввести там блог. Это может быть блог в Телеграме. Это может быть блог вообще на каких-то сторонних ресурсах. И просто вкладывайте бабки туда. Вы, например, увлекаетесь рисунками, вы можете создать блог по рисункам. Вы увлекаетесь книгами, вы можете создать блог по книгам и вкладываться в него. Важно, чтобы о вас говорили. Вы вкладываетесь в рекламу, но чтобы у вас был бренд. То есть не просто там какая-то группа ВКонтакте, где можно что-то прочитать. А именно бренд, именно какое-то название запоминающееся для людей. Все, начинаете пиарить, начинаете раскручивать. Когда вы начинаете вкладываться в какой-то информационный ресурс, поверьте, он начинает потом окупаться с очень быстрой скоростью. И в процентах я вам не скажу даже средних цифр. Потому что кто-то зарабатывает на Телеграме миллионы в месяц, кто-то в Телеграме не может заработать, потому что не изучает данную сферу. Если вы начинаете интересоваться данной сферой, если вы начинаете интересоваться арбитражом трафика, сначала изучите все от А до Я, а потом начинайте действовать. Вот он ответ на вопрос, куда лучше инвестировать в 2019-2020 году. Это интернет, это какой-то информационный ресурс, блог, различные виды товарных бизнесов и так далее. Но однозначно интернет. Вы просто представьте, вы потом где-нибудь лежите на Мальдивах с ноутбуком, пьете коктейльчик и просто зарабатываете бабки. Что может быть лучше, чем жить свободно и никуда ездить даже не надо, и напрягаться по сути тоже не надо. Вам, когда вы начинаете какие-то подобные проекты, нужно только первые полгода впахивать. Дальше у вас будет все на автомате, и дальше будет уже очень легко. На этом видео будет подходить к концу, я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok